Когда я смотрю на неё, я думаю о той человеческой женщине. Они очень похожи. Пойдём. Нет! Не подходи ко мне! Уходи! Нет! Я просто хочу спасти тебя! Ты толкнула мисс Ян-Ян! Если бы ты не пыталась вытащить её, она бы не отступила на дорогу. Её не врезалась бы машина. Хотя наши отношения с Ян-Ян тоже никогда не были хорошими. Мы бы никогда так не поступили. Это ужасно. Я никогда не думала, что ты такой человек. Нет. Нет. Это не я. Я не толкала её. Это число. Это число. Опять ночные кошмары. Я знаю, что это не ты виновата в том несчастном случае, Стынь-Ян. Не вини себя. Я не могу на это смотреть. Многие из видевших всё учеников считают, что во всём виновата я. Но я... Я... Никто не поверит в эти числа, даже если я о них расскажу. Ведь даже я сама не могу в это до конца поверить. Когда твоя температура спадёт, я поиграю с тобой. Тогда ты продолжишь ходить в школу? Хорошо. Да. После этого я стала бояться, что смогу снова увидеть цифры. Увидеть смерть. Была ли она виновата в той аварии? И как она смогла так спокойно прийти в школу после всего случившегося? А разве её не должны были посадить в тюрьму? Я сознательно начала держаться на расстоянии от своих одноклассников. Мать Ян-Ян сказала, что это она послужила причиной аварии. Но учитель сказал, что это не так. Я думаю, что если бы Лянь-Мянь не попробовала выхватить телефон Ян-Ян, то никакой аварии бы не произошло. Почему же она потянулась за телефоном? Слушайте, она давно не разговаривала ни с кем. Я заметила, что она даже спит на уроках. Похоже, она совсем забросила себя. Я думала, что смогу всё забыть. Но... Встаньте поближе для выпускного фото. Эй, я не хочу стоять рядом с ней. До самого выпуска я никого не подпускал к себе. И никто ни на минуту не забывал об аварии. Из-за чего мне постоянно снились кошмары, в которых всегда присутствовало то медающее число. Привет! О чём задумалась? Первый день средней школы. Ах, меня зовут Оннайн. Мы соседки по парте. Поэтому давай дружить. Привет! Меня зовут Лянь-Мянь. А? Почему я опять с ней в одном классе? Ты её соседка по парте. Фух. К счастью, это не я. М? Что-то не так? В начальной школе вы были одноклассницами? Да. Скажу тебе по секрету. Лучше не общайся с ней. Она всегда была себе на уме. А? Что ты имеешь в виду? Всё нормально. Я просто шучу. Вот и всё. Ха? Это смешно? Разве не ужасно? Говорить плохие вещи об окружающих? Это совсем не смешно. Не говори другим того, чего не хотела бы услышать в свой адрес. Она? Заступилась за меня? Вот как. Но что бы ты ни говорила, я не собираюсь менять своё мнение. Ох. Я даже на минуту потеряла дар речи. Я просто ненавижу людей, которые говорят гадость окружающим, прикрывая это шутками. Потому что в моём классе тоже были люди, любящие наговорить гадости окружающим. Это же психологическое насилие над человеком. Это действительно ужасно. Ты что, всю жизнь собираешься их игнорировать? Так нельзя. Ты должна сопротивляться. Дай им понять, что это не тряпка. А также... Какая энергичная девушка. Вот это да! Джан Шоу Юан здесь! Неужели я наконец увидела ученика из старшей школы? Боже мой, он даже не взглянул на меня. Он пришёл из старшей школы, чтобы увидеться с какой-то младшеклассницей? Ах, Джан Шоу Юань. Он действительно красивый. Шёпот, болтовня. Он даже не замечает этого. Хм. Это школьница. Немного милая. В смысле? Как это произошло? Пока ты держишь меня за галстук, в бездне воспоминаний прошло уже две недели. Вам что-то не понравилось? Ты страшный. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...